Здарова, народ! Я решил сделать тир-лист всех наёмников, которые сейчас существуют. И уже больше недели прошло с момента выхода наёмников режима. И у меня сформировалось какое-то либо мнение практически про каждого из героев. И сразу оговорюсь, это будет лично мой тир-лист, по моим ощущениям, по тому, как они играются, как они сильны с моей колокольни. Как я видел, как они играются, и как тяжело против них играть, или как легко на них, наоборот, играть. И сразу скажу то, что ещё раз, что я не смотрел ничьи тир-листы. Это будет лично мой тир-лист с моей колокольни, то, что лично я думаю. Надеюсь, кому-то будет полезно. Я решил не делать много видосов, рассказывая про каждый. Какие крутые герои, какие нет, может быть, кому-то будет интересно. Потому что часто спрашивают, какие герои стоит качать, на какие стоит забить. Потому что прокачка героев, ну, может полдня занять целых. Ладно, погнали сразу. Я буду стараться меньше говорить, меньше углубляться. И что-то наверняка забуду, какие-то тонкости. Но если я буду про каждого распинаться по тысяче лет, то это будет супер долго. Поэтому погнали. Так, Антонидос. Антонидос, вообще, я сразу его закину в среднячок. Вообще, он отлично, отлично себя показывает в огненной синергии с Бароном Геддоном, с Рагнаросом и так далее, и так далее. Но в совсем уж супер крутых персонажах, ну, колодах его не используют. Я не знаю, почему я только-только начал познавать огненные синергии. Только сегодня я сел прокачивать Рагнароса, Барона Геддона и так далее. Так что обязательно ждите скоро видосы по Рагнаросу. Но Антонидоса практически никто не использует. Возможно, потому что синие слабые или синих и так дофига. Или что его могут ваншотнуть Самура, который сейчас дофига. Ладно, Барон Геддон вообще очень крутой чувак. Я не буду очень крутых чуваков относить к Супер Эмбе. Супер Эмба для меня это те чуваки, которые потенциально будут занерфлены для меня. Которые прям вообще, мне кажется, относительно которых строятся колоды, относительно всего. Погнали. Барон Геддон, у него очень много синергии огненных. По факту, их можно вместе с Антонидосом поставить. Но если выбирать между Бароном Геддоном и Антонидосом, Барона Геддона чаще используют. И топ-1 мира сейчас играет на колоде с Бароном Геддоном и Рагнаросом. Так, светлячок. Я очень долго пытался сделать светлячка с драконой синергии. Но у меня никак не получалось. Всегда и ваншотали. Хилл ему не помогает. Убежать он иногда не успевает. И иногда ему не дают даже кастануть баф больше, чем один раз. Основная его сила это забафать первой обилкой дыханием дракона плюс 3, 5 или 3, 10 прокачанных. И свалить с помощью фазового шифта. Хиллка, конечно, у него присутствует. Но в комбинации с природой есть получше варианты, чем дракончик. Поэтому в это место. Керн. Первая имба, которую я хочу засунуть. Вокруг Керна просто строится практически 80% колод. Его жуткое ускорение, его жуткое замедление, его лютое перерождение на 40 хп делает его уникальной машиной просто для абсолютно любой колоды. Причем его можно пихать как в природу, как отдельно, как просто ускорение, как синергия с Диабло. Мне кажется, это имба, которую понерфит одним из первых. Грул. Я бы хотел его закинуть вообще в помойку, потому что драконы сейчас не играют. И он ультимативный. Давайте, это будет первый наш чувак, который помоечный. Потому что он создан специально для того, чтобы контрить драконов. Драконы, во-первых, не играют. Во-вторых, ультимативно Грул слабенький, ни с кем не синергирует. Поэтому это отдельная машинка, которая в данный момент не играет. Король Круш, я его закину в среднячок, на самом деле. Вообще, в идеале, от него отыгрываю... Ладно, я его закину вверх в кайфарике, потому что от него разыгрываются синергии со зверьми. Он просто может в соло за один ход сожрать любого твоего синего. Если ты правильно играешь через муклу и так далее. Если ты играешь через зверей, зверей без Короля Круша практически не играть. Я бы сказал, что он вообще не играется. Король Мукла, я бы его тоже закинул сюда, но если выбирать между Королем Крушем и Муклой... Хотя ладно, они вместе играют, они синергируют друг с другом мастхэв. Король Мукла дает способность плюс 15 к атаке и неуязвимость. Поэтому Король Круш атакует, неуязвимый, кусает намного, очень жестко. Плюс Короля Круша можно прокачать его старшего брата, который будет давать дополнительный таунт. Который даже будет синергироваться с Рексаром, который будет бафать зверей. Дальше. Монород. Мне вначале казалось, что он жесткий. Потому что когда я вначале играл, как и все, на Самура, против меня выставлялись демоны. Монород ослабляет атаку. И ключевая фигура демоническая. Но кроме как ослабить атаку, он практически ничего не делает. Мурлоки. Слушайте, Мурлоков я сразу всех закину в Парашу. Просто потому что они сейчас не играют. Но иногда все-таки они играют. И какой-то из них, я даже не помню какой. Какой-то из зеленых. Может провокатор. По-моему, Мутанус может провокатор. И он иногда работает. Его можно заменить даже на Кориэль. То есть, если ты не хватаешься в зеленых, и тебе неохота Кориэль прокачивать, у тебя есть Мутанус. То, в принципе, Мутанус как таунт норм. Но пока что синергия с Мурлками вообще не работает. Да, конечно, раз в 50 игр они попадаются. И раз в 500 игр они выигрывают. Ну ладно, чуть больше. Но не больше того. Наталия. В комбо-вомбо с Тьмой очень крутая. Пророк Велин. Я его закинул в среднячок. Ну ладно. Вообще-то в комбинации с Ветлыми заклинаниями, с Андуином и так далее, он играет достаточно хорошо. Сразу Андуина сюда закидываем. Они комбинятся друг с другом. Антонидас, конечно, комбинется с Бородом Гидоном. Но не так часто, как, допустим, Велин с Андуином. Плюс сюда же, если добавляешь какого-нибудь Утера, какой-нибудь еще, то они круто. Если предсмертный хрип у Утера есть еще и Божественный щит, то это прикольно. Но и вот это вот комбо иногда сейчас играет в тир-колодах. То есть выставляешь просто трех синих. Вообще сейчас есть колоды, которые полностью на всех синих картах играют. Поэтому вот эти карты, они сильные и крутые. Дальше. Суэрфанг. Вообще Суэрфанг достаточно крутой чувак. И он может быть и как соло-челик призывать берсерков с огромными статами, так и комбиниться с орками и так далее, и так далее. Но он все-таки не такой ультимативный, не так много что-то делает. Тирион. Вообще Тириона можно закинуть в среднячок. Но так как я очень долго играю на тьме и на... Вообще Тирионе я знаю, как он может в соло переворачивать игру. У него все способности могут быть упер-полезными. Первая айбилка ты атакуешь. Если добиваешь, даешь бабл всем своим существам. Это может выиграть катку. Третья айбилка ты уменьшаешь атаку. Можешь как уменьшить атаку Сильвани, как и Самура. Или какому-нибудь Королю Крушу. И бабл, и баф это конечно жестко. Поэтому я закину в крутого. Тиранда. Вообще Тиранда среднячок. В начале она синергией с Милхаусом и Штурмом была крутая. Я на ней дошел до семи к с Милхаусом. Но сейчас она чуть меньше работает. Я не знаю почему сейчас так жестко контрят. Но если играть правильно через Милхаус и через Тиранду. И как-то что-то там это самое то работает. Я не видел гениев, которые играют через седьмой квест Тиранды. Которая удваивает и удешевляет спел заклинаний природы до сих пор. Но судя по всему он так не работает. Да и на самом деле природе, через магию природы Тиранда не нуждается. Там своих чуваков полно. Дальше Вариан Врин я его пока что закину вообще в парашника. Потому что я его вообще не видел. Если демонов хоть как-то видел, то Вариана Врина я вообще не видел. Поэтому я вообще даже о нем не знаю. Возможно люди в комментариях скажут, что он имба, Леха, ты чего? Ладно, Волжин. Волжин мне кажется ультимативный перс относительно одной его... Одного его сокровища седьмого уровня. Играется вся Тьма. Причем его можно просто закидывать как соло Челика. Можно в комбинации закидывать. Он работает с синергией кучи персонажей, у которых есть Тьма. Даже объяснять нечего. Удешевляет все заклинания Тьмы, пока стоит на столе у всех твоих героев на 3. Это очень жестко. Ты можешь с помощью него переворачивать абсолютно все игры. И Челик, бывший топ-1, сейчас по-моему топ-2, до сих пор играет на Тьме. Тьма ультимативная. Вун. Военный мастер Вун тоже на драконах. Тема я очень долго пытался и очень долго верил в драконов. Пока не понял то, что драконы сейчас параша полная и другие синергии просто доминируют над драконами. Ты просто не успеваешь. У него очень медленный врезы в драконов. Но вообще, это потенциально темная лошадка. Возможно, в будущем будет скрытый им бой. Потому что у него есть артефакт седьмого уровня, который дает плюс атаку драконам еще и неистовство ветра. Так что дракон будет 25-10, по-моему, если не ошибаюсь. И он сразу атакует дважды, то есть вносит 50 урона. А если ты еще скомбинируешь с ракарой, которая с каждой атаки дает 3-5 или, допустим, 3 еще больше, то потенциально он может быть скрытым бой. Но пока что очень редко играет, у меня не получается. Эликстраза тоже крутая штука. У него есть крутая третья способность, которая атакует противника равный количеству атаки противника. Особенно она реактит жестко зеленых. То есть, допустим, у короля круша 30 атаки. И у нее есть еще ускорение третьей способности до единицы. То есть ты за единицу можешь нанести 30 урона по зеленому. А это будет критический урон, то есть 60. И то есть мгновенно выключить. Но перезарядка 2 хода, очень жестко. Синергия с драконами, двойка по бокам. Очень редко работает. Драконов ваншотают. Да и единственный дракон это светлячок, который очень ватный. А призывать драконов с вуна дорого и неприятный. И у драконов вуна мало хп. Дальше, Диабло. Диабло я поставлю в супер имбу. Потому что ник... Ну ладно, вообще в кайфарике. Потому что он не супер имба, и его можно контрить. Но в комбинации с Керном просто... Ты собираешь 3 карты, какие угодно тебе. Там синергию, допустим, самура синергию. Да, и потом Керна с Диаблой. И добираешь еще кого-нибудь. И все, у тебя колоды способны вытаскивать всех ботов с окнулю. И ты можешь еще и, допустим, 7500 зайти по рейтингу. Про Диабло и его топотыгу даже рассказывать нечего. Дальше, Горош. Вообще, Горош просто стенка. Но в комбинации с орками я закину их, орков, всех в среднячок. Потому что орки почему-то не особо сейчас сильно играют. Вначале не всех нагибали. Я думаю, до тех пор, пока все не начали прокачивать персонажей. Не начали прокачивать их снаряжение. Сейчас орки ушли в тиром пониже игру. И плюс он красный. А сейчас очень много синих, которые эректят красных. По факту, Горош просто стенка. Так, Громаш я вообще закину в помойку. Потому что он супер медленный. Если противник очень быстрый. Если хоть чуть-чуть отыгрывает твои атаки. Да, допустим, от двойной. Или уменьшает тебе атаку. То Гром вообще ничего не может сделать. Да, синергия с орками. Да, он может харкать и замедлять цели. Но Гром параша. То есть вообще он между редко играет с орками. Либо параша. Но из орков он самый слабый в данный момент. Гулдан. Я закину его в среднячок. Потому что либо он используется как нанести кучу урона и сдохнуть за один ход. Либо как синергия с орками. Он может их килить. И все хорошо. Вообще Иллидан достаточно потенциально сильный чувак. Он тоже как и Гулдан. Выходит, наносит колоссальное количество урона и сдыхает. Но очень редко играет. Поэтому я его закину в редко играет. Леди Джайна. Вообще тоже потенциально в будущем будет сильной девочкой. И она играет в моносиних. За медлом и так далее. По факту ее можно в среднячок закинуть. Но ее мало кто берет. У нее очень крутой элементарь. Который замораживает. И при этом имеет провокацию. То есть по факту эта штука потенциально сильная. Но я очень редко вижу. И сам на ней не играл. Поэтому я лично закину ее в редко играет. Потому что я не видел за, наверное, 100 игр. Я вижу ее два раза. Лорд Джараксус. Закину всех демонов сюда. Ну, понятное дело, вообще синергия с демонами сильная. Прикольная. Если особенно у тебя получается использовать добивание. И потом кулак Джараксуса повторяется. Кастуется сильно. Но играется почему-то сейчас не так сильно. Вот. Малфурион. Малфурион вообще скрытая имба. Но из природы он мастхэв. И относительно него играется вообще вся природа. Ты удешевляешь способности природы на 3 на следующем ходу. И можешь с Бурканом просто закомбинировать так жестко. Что мама не горюй. И иногда не получается его ваншотать. То есть, если ты очень быстро не расправляешься с Малфурионом. Что достаточно тяжело. Потому что он хилится, как угорелый. За каждое заклинание природы. И союзников хилит. И вообще-вообще. Поэтому Малфурион, если вы хотите поиграть через природу, то сильный. Его, конечно, можно ваншотнуть с помощью тьмы. Но тьма редко играется. Тьма очень сложная колода. Там надо очень много разыгрывать. И то, даже если тьма будет разыгрываться только специально против природы. То есть, выставить Сильвану, Волжина и Интали. Только тогда ты сможешь ваншотать Малфурионы. По-другому это будет сделать невозможно. И ты проиграешь. Рагнарос. Вообще, Рагнарос крутой. Он не имба. Но даже не учитывая то, что у него вторая способность это рандом. То есть, он рандомно пуляет свой харчок. И если добивает, то повторяет. Это очень сильная синергия. Но основная сила его синергия с заклинанием огня. Плюс его пассивку усиляет заклинание огня. И это очень здорово. Рагнарос сейчас играет в тир-1 деках. Но он очень дорогой. Его тяжело раскачать. Но он синергирует с огнем, с бароном Геддоном. Прям вообще очень люто. Чувак топ-1 мира играет сейчас на комбе барон Геддон и Рагнарос. Рексар. Я вообще закину Рексара в кайфарике. Потому что он синергия со зверьми играет. Очень достаточно жестко. Бафает зверей. Также он зеленый. Кастеров немножко харасит. Может там какие-то штуки делать. Он не такой сильный. Он больше как саппорт для зверей. Но очень хороший саппорт. Может таунт вызвать. Может хафера вызвать с рывком. И достаточно гибкий персонаж. Он не имба. Я бы сказал из всех вот этих вот, которые здесь в списке. Он самый слабый. Но ладно. Поэтому я его и закину в среднячок. Да, потому что он крутой. Но и без него не играются звери. Но он ультимативно сам по себе не такой сильный. Так, Сильвана. Сильвана я закину тоже в кайфарике. В комбо вомбо. Она синергирует с тьмой. Она может последней выходить. Она может жестко боковых стягивать. То есть у нее есть за королеву. Заставляет атаковать боковых противников центрального. И если противник не обыграл, зазевался или забафал среднего. То она может одной обилкой перевернуть игру. И при этом она достаточно быстрая. У нее обилка. При этом у нее есть снаряжение. То есть вообще я бы ее из всех присутствующих в тир 2 кайфариках. Я бы ее самый сильный поставил. Потому что она может добавляться во многие количества колод. И чуть ли не уникальная. Но не такая уникальная и не такая сильная, как ребята, которые выше. Король Лич. Короля Лича я закину в Супер Му. Потому что он и замедляет, и танкует, и атакует, и хилится. И может очень много наносить. И щит у него замораживающий. И синергия с тьмой с Волженом. И если ты прокачаешь его до седьмого артефакта. Он может весь стол замораживать. Причем он замораживает не просто на следующий ход. Ну, замедляет способности на 5 маны. А способности замедляет до конца игры. То есть, если ты прокачаешь седьмой артефакт. Ударишь. Боковые ребята. Способности, которые на этом ходу использовались. Замедлятся до конца игры. Это очень люто. Это потенциально имба. Под Волженом, под усилением Заклинания Тьмы. Он может, допустим, ваншотить Самура ликом Телена. Поэтому жесткий. Трал вообще я бы даже из орков в самом сильном поставил. Но после Самура, конечно. Но он красный. И если против него отыгрывать. И мешать ему атаку там или еще что-то. То он слабенький. Но у него есть неисус ветер. Он, как и ребята, которые наносят урон и вздыхают. Он самый сильный среди них. Он может быть гибким. Он может, даже если тебя контрят твою атаку. Он может все равно наносить урон громом по массовке. И он ультимативный. Он крутой. Из орков. Валира. Понятно. Валира пускай в помойку. Валиру еще не добавили в игру. Самура. Мне кажется, Самура добавляют абсолютно везде. Он ультимативный. Мне кажется, его понерфит. И... Ну, даже говорить не о чем. Вы все знаете это. Ну, вы все знаете Руса. Вы все знаете Самура. Даже говорить не о чем. Просто этих ребят могут быть. Хотя, Лича, наверное, не то, чтобы нерфить. Потому что против Лича и обыгрывать можно. И позиционно двигать своих существ. Своих героев. И использовать обилки, которые не страшно замедлить. И так далее, и так далее. Поэтому из всех имп Лич слабейший. Но он как ультимативный перчик. Его можно засовывать практически в любую колоду. Дальше. Лис. Это единственная анимешная героиня. Среди всех присутствующих во все. Потому что у нее есть способность воровство. Воровство заклинания противника. Там, если прокачаешь 100%, она ворует последнее заклинание противника. И оно удешевляется очень сильно. И практически всегда ты до нуля удешевляешь. И используешь мгновенно способность, которую своровал. Это потенциально скрытая имба. И ее, по факту, можно пихать куда угодно. Но она, как практика показывает, почти не играет. Ее способность не всегда работает. Допустим, я играю против орка. Всегда ловлю способность маг-гора. И, как бы, атаковать лисом маг-горой такое себе, да. Но против каких-то крутых колод, допустим, она может контрить жесткие штуки. Допустим, если ты своруешь способность Рагдороса, да. То, ох, что может быть. Поэтому из всех редко играет. Анимешная лиса самая потенциально клевая. Дальше. Брукан. Брукан очень жесткий. Я бы даже сказал, что он практически имба. Относительно синергии Мулфурион-Брукан. Вы, наверное, все знали. Мулфурион-Брукан-Гаф. Сейчас все играют на этой комбинации. Очень жестко. Цепная молния супер жестко. Усиляет заклинания природы. У него дохриллярд хп. 81 хп. Его так просто не разбить. Хотя это дед тролль синий, блин. Поэтому Брукан объективно один из сильнейших. Мне кажется, сильнейший среди магов на данный момент. Дальше. Кэрель. Я хотел бы закинуть ее в средничок. Но... Ну и закину. Ладно. Просто хотелось бы сказать то, что ее можно практически в любую колоду пихать. Допустим, синергия Самуры. Самурой, Зерелой. Она много хилит. Она много терпит. Она может быть танком. Может, в принципе, атаковать. И дольше жить. И, в принципе, хорошо. Но среди всех вот этих, вот объективно, она мало что делает. Но она такой саппорт. Да, она просто стенка, чтобы жить почти как горошь. Только чуть поинтереснее. Корнеллиус Ром. Я не знаю. Я еще не играл. Но его обычно используют вместо Кориэль. То есть, это примерно то же самое. Тоже просто стенка, чтобы жить и дефать своих существ. Такой саппорт. Танк. Прикольный. Но не сказать, что бы имба. Его не так часто используют. Гаф. Я закину гафа слабейшим. Из кайфариков. Просто из-за комбинации с природой. Потому что заклинаний природы полно. И... Ну, он, блин, наносит два раза после синергии с заклинаниями природы. Если ты попадаешь еще и по красному, то это просто разнос. А еще и под усилением силы заклинаний от Буркана. Это комбина просто... Ё-моё, ёба-боба. А-ля-ма-ля. Куртрус. Я Куртруса закину в сердечок. Потому что это такой же чувак, которого можно пихать практически куда угодно. Допустим, в контре демонов. Если бы демоны играли, я бы его закинул вообще в кайфарики. У него есть хилка. Как и у Лича, он может ее сквозь таунтов кидать. У него есть и Мун, если он атакует правого и левого рандомно, да? Но это рандом. У него есть усиление против демонов и... Как бы он ультимативный. Я его использовал раньше вместо Тириона, когда у меня Тирион не был прокачан. Но прокачанный Тирион намного сильнее Куртруса. Дальше. Леди Анаконда. Я тоже ее закину в кайфарики, потому что сейчас природа очень сильно играет на чуть выше среднего уровня. Вот вы доходите до 7000, после 7000 идет прослойка природы, которую выигрывают Тирион колоды. Но природа выигрывает колоды ниже уровнем и жестко контестит комбинации в среднем уровне. И... Ну, это просто тоже дополнительная баба для синергии с природой. Она может хильнуть, она может синергировать со зверьми. Ее со зверьми, правда, меньше используют. То есть ее иногда используют вместо Рексара. И... Природа баба. Но... Она практически слабейшая из кайфариков, но я ее закинул просто из-за комбо-вомба. Она и килет, и... Атакует, и зеленый, и нормально. Милхаус Моношторм я закинул в среднячок. Мне он лично нравится. Он достаточно мощный, достаточно соло-игрок. Игрок, и ультимативный, и в комбинации с Тирандой они делать могут просто грязь. Контрить спокойно Самура, допустим, или Красных Челиков. И разваливать даже Тир-2 колоды. Но... Просто практика показывает, что они сейчас не сильно играют. Но... Мне кажется, в будущем, когда будет чуть больше Тайны Магии, мол, Фурион может стать чуть ли не имбой даже. Дальше. Ну, демоны, понятно, уносятся в... Редко играет. Ракара. Ракара одна из... Орков. И у нее есть комбина, когда ты используешь обилку, и каждый атакующий на этом ходу получает плюс 3-5. Это можно усилить артефактом и прокачивая способность. И если у тебя много орков, то она может сквозь таунты нашпиговать выстрелом орков очень сильно. Поэтому в комбинации с орками она сильна. Но если орки кончаются или как-то не дают ей атаковать, или не дают противник твоим существам атаковать, то она... Ну, ее мощь теряется. То есть главное, чтобы были орки, и они могли атаковать. Скабс. Очень редко играет. Это потенциально скрытая имба, потому что это единственный стелс в игре, насколько я помню. Он может в невидимость уходить. Он может атаковать. Это синенький. Ой, зеленый. Но очень редко играет. Я бы вообще его закинул чуть ли не в парашу. А давай мы его в парашу закинем. Просто потому что я его даже как Джайну не видел. Допустим, за 100 игр я его ни разу не увидел. Да? Могу не видеть. Тасмин Ромс, среднячок. Комбинится с тьмой. Достаточно неплохо. Может призывать провокаторов. У нее есть усиление заклинаний тьмы. У нее есть призыв пожирателей бездны. И хрипом она может 25-25 призвать. Хорошая баба. Хорошая такая добротная. Можно ее пихать в комбинацию с тьмой. И как соло баба тоже. У нее и прикольный выстрел тьмы достаточно дешевый. Тавиш. Вообще Тавиш недооцененная имбай. И со временем он становится все валибельнее и сильнее и круче. То есть в комбинации с огнем он сейчас показывает себя просто колоссально. Очень круто. И активирует синергию заклинаний огня. Своей ловушкой огня. Может очень много наносить урона. Стреляв по синим. И провокатора вызвать. И туда-сюда. Раньше он не играл. Сейчас в синергии с заклинаниями огня он засиял новыми красками. Но не имба. Но очень-очень сильный чувак как оказалось на самом деле. Я сейчас играю на комбинации огня. И он просто если у тебя через единичку прокачан. У меня просто пока еще не докачан до седьмого артефакта. Он ну 25 наносит если по нему атака не проходит по синему. А это крит. 25 на 2 это 50 урона с одной способности. Но это не так же легко и сделать. Да по нему одну тычку сделать и он ну теряет кучу урона. Сильный у нас Варнен. Я его недооценивал. Он как саппорт. Но он один из лучших саппортов. То есть он создан просто чтобы жить. И наносить блин неприятности. Добавлять приятности противнику. То есть он распределяет свой вихрь заморозки. Который замедляет способности на 2 на следующем ходу. Это позволяет тебе раньше атаковать. Позволяет выключить нужных противников. Синергировать с Дьявла. И с Кэрном. И при этом он может заморозить кого-то. Заморозка это жестко. Особенно если ты играешь против Сильваны какой-нибудь. То есть ну. Лучший саппорт. Лучший саппорт который сейчас есть. Говоря о саппортах. Зерела. Зерела. Кайфарик в комбинации с Самура. То есть она тройка кидает уменьшение урона. Наносит урон. Самура дважды тыкает. Ну вы все это все и так знаете. Но Зерелию можно контрить и замедлением. И она ватна. И все такое. Но в комбинации они жесткие. У меня примерно так получилось. Пишите что думаете сами. Где согласны. Где не согласны. Сейчас по-любому будет куча комментариев. Леха Мурлок и Эмбата не прав. Но пока что так. Если выбирать кого прокачивать. Вот этих вот прокачиваете. И от них можно играть все что угодно. То есть Керна можно куда угодно. Самура можно куда угодно добавить. Если даже он не снаргирует с кем-то. То его можно через две копии с седьмого снаряжения использовать. Он может как соло челик даже использоваться. Он очень долго живет. У него есть неуязвимость с крутилкой. То есть ну ультимативный. У Волжен просто потому что. Я объяснял из-за его артефакта. Молфурион. Я его просто ненавижу. Серьезно. Если ты его не убиваешь за один ход. Он выигрывает игру противнику. Личкинг. Мой мужчина. Май мэн. Как говорится. Примерно так я распределил. Рассказывайте что думаете. Мне интересно будет послушать. Почитать. Спасибо огромное за просмотр. Как-то так. Пока-пока.